Тоже сегодня среда, и мы с вами в очередной раз встречаемся для того, чтобы поговорить о нашем здоровье, о том, каким образом мы можем сами себе помочь. И сегодня вновь речь пойдет о суставах. Казалось бы, на дворе лето, и уже тепло, можно погреться на солнце, но, к сожалению, наши суставы не выбирают время, когда им заболевать. И даже в моей практике был случай, когда именно летом произошло обострение. Поэтому действительно эта проблема очень нам хорошо знакома, либо нам лично, либо это проблема нашего ближайшего какого-то окружения. Поэтому давайте еще раз посмотрим, что у нас есть в арсенале, и как мы себе можем помочь. Для того, чтобы понять, что мы можем использовать, мы, безусловно, прежде всего выясним причины, почему болят наши суставы. Так, я прошу прощения, у меня что-то в комнате здесь какие-то не очень понятные мне перемены, поэтому сбиваюсь, извините, пожалуйста. Итак, действительно, почему болят наши суставы? Часто это просто какие-то травмы, а может быть травмы, допущенные в детстве, когда мы занимались спортом, и были серьезные нагрузки, были действительно какие-то переломы, вывихи, скажем, растяжения и так дальше. И, к сожалению, все эти события, они не проходят бесследно, и по истечении нескольких лет эти травмы зачастую начинают себя проявлять. Это первая причина. Вторая причина – это, безусловно, постепенное старение организма, и наши суставы тоже не являются исключением. Поэтому, что же происходит именно с суставами? Мы знаем с вами, что действительно наши кости, особенно уже в более преклонном возрасте, нуждаются в дополнительном кальции. Но что же не хватает нашим суставам? Почему они болят? Вот здесь практически все основные причины, о которых мы с вами хорошо должны знать. Конечно, в процессе жизнедеятельности наш организм, наши суставы также получают определенное питание, потому что суставы также состоят из наших клеток, из клеточек. И если это питание недостаточно, то происходит постепенное разрушение. Разрушается само тело, например, хрящевой пластинки, которая соединяет между собой какие-то сочленения и является такой прокладочкой, амортизирующей движение человека. Это одна из первых причин. Вот эти пластинки хрящевые теряют упругость, теряют эластичность, становятся дряблыми, деформируются. Вот обратите, пожалуйста, внимание на нижнюю картинку, которая у нас сегодня есть. Слева мы с вами видим, скажем, здоровый позвоночник, да, вот эти позвоночные хрящи, соединенные здоровыми пластиночками. А вот с правой стороны мы видим как раз разные формы деформации. Вот этот поврежденный хрящ, который действительно подсох, который потерял свою структуру. И кроме того, мы также с вами обнаруживаем вот такие дополнительные наросты на позвонках. Это как раз такая компенсаторная защита организма. Когда изнашивается хрящ, то начинают появляться, формироваться вот такие наросты. Это самая опасная ситуация, потому что если хрящ мы можем еще поддержать, то эти наросты практически удалить уже невозможно. Итак, это первая проблема состояния хрящевых пластинок. Вторая проблема – это дряблась мышц, особенно это касается мышц вдоль спины, которые поддерживают наш позвоночник. Физкультурой мы, скажем, далеко не всегда занимаемся уже во взрослом возрасте. Хотя, конечно, нам хорошо известно, что, например, для позвоночника наилучшие упражнения – это какие-то специальные упражнения, которые растягивают нашу спину, соответственно, наши мышцы напрягают. И, может быть, небольшие скручивания, если нет протрузии, если нет грыж, то это может научиться даже делать более взрослый человек. Именно вот такого рода упражнения крайне полезны для позвоночника. Если мы этого не делаем, то действительно мышцы становятся дряблыми и напряжение больше ложится как раз на сами суставы. Итак, как видите, действительно состояние хрящей плюс дряблась мышц – это те основные проблемы, которые свойственны уже суставам в более таком позднем возрасте, либо тем суставам, за которыми их хозяин, так скажем, не очень ухаживает. Ну что же, итак, как же мы в этом случае можем себе помочь и поддержать наши суставы? Я уже говорила, что действительно хрящ – это тоже ткань, одна из разновидностей соединенных тканей. Это та самая подушка, которая находится между суставами, собственно, костями. За счет этого происходит амортизация. Так вот, если костной ткани в первую очередь необходим кальций, мы это с вами хорошо знаем, то для хрящевых пластинок, да и для любых других видов сынной ткани необходимо другое питание. И вот чуть ниже мы перечислили это питание – это хондроитин, глюкозамин, целодрин и такая природная сера или органическая сера. Я думаю, что сегодня очень многие уже слышали об этих ключевых, таких очень важных для наших суставов ингредиентов, как хондроитин и глюкозамин. И на рынке представлено достаточно большое количество разного рода продуктов. Здесь есть название компаний, которые производят биологически активные вещества, то есть используют натуральные ингредиенты и тоже предлагают на рынок продукты для поддержания суставов, и в том числе и хряща. Но вы также видите, что продукты крайне разнообразны по составу. Во-первых, обрати внимание на то, что дозировка в этих продуктах очень серьезно различается. Посмотрите, по глюкозамину от 500 мг до 1500 мг мы видим, то есть в 3 раза больше. Далее, хондроитин тоже далеко не во всех препаратах есть. Я уже не говорю о целодрине и биологически активной серии. То есть действительно выбор достаточно большой. Мы же с вами рекомендуем более современный продукт, который производит компания Agile Enterprises, который называется Flex, от английского слова гибкий, который создан специальной компанией для того, чтобы поддержать и суставы, здоровье суставов, и все виды соединительных тканей, которые здесь есть. Вот те 4 компонента, о которых я уже говорила, все содержатся в продукте Flex, и вы видели, что он выгодно отличается от всех других продуктов. И давайте сейчас подробнее поговорим о каждом из этих ингредиентов, разберемся действительно, чем он полезен для суставов, а самое главное, действительно, какой должна быть его дозировка. Итак, начнем с хондроитина. Хондроитин – это практически, скажем, тот строительный материал, который составляет основу нашей ткани, практически всей соединительной ткани, не только хрящевой ткани. Как видите, хондроитин действительно формирует такой хрящевой матрикс. Одновременно хондроитин важен для создания вот таких водных подушек, что в конечном счете и обеспечивает здоровье хряща и любого другого вида ткани. То есть без этого элемента, без этого строительного материала, скажем, наши осветительные ткани, прежде всего хрящ, не могут быть здоровыми. Что касается продукта Agile Flex, то я должна сказать, что вот этот хондроитин извлекается либо из акулевого, либо бычьего хряща. И действительно, ежедневная доза, которая усваивается организмом, составляет 1200 мг. Это ровно столько, сколько организм в состоянии освоить в течение суток. Поэтому в одном пакетике содержится суточная норма хондроитина для восстановления и здоровья хряща. Ну что же, в тесной связке с хондроитином работает глюкозамин. Давайте немного поговорим о другом очень важном компоненте. Я думаю, вы обратили внимание на то, что действительно в основном те препараты, которые мы с вами видели, содержат глюкозамин. Но вот очень важно заметить, что глюкозамин обязательно работает в сочетании с хондроитином. Глюкозамин, я думаю, сейчас загрузится наш следующий слайд, я просто буду тихонечко продолжать. Итак, глюкозамин – это аминосахар, то есть относится к категории сахаров, элемент, но специфика его состоит в том, что он не столько, скажем, используется организмом для добывания энергии, а действительно в первую очередь предназначен также для строительства соединительной ткани и в том числе ткани хрящевой. В этом его специфика. Более того, важно заметить, что глюкозамин востребован всеми видами соединительных тканей, и организм начинает его тратить на поддержание здоровья хрящевой ткани только тогда, когда удовлетворяются потребности по отношению к другим видам тканей. Вот это очень важный момент. Поэтому дозировка глюкозамина должна быть достаточно высокая, с тем, чтобы действительно целенаправленно этот строительный материал дошел до хряща, если мы используем, например, флекс именно с этой целью. И действительно, если вы помните, мы видели с вами вот тот хрящевой матрикс, то как раз пластиновые и коллагеновые волокна одновременно создаются, формируются за счет глюкозамина и хондроитина. То есть это и есть основа для здоровья всей соединительной ткани. Итак, если мы говорим о глюкозамине, которая содержится в Agile Flex, то его берут из морских, скажем, продуктов. Это краба, омары, раковины, креветок. И тоже, еще раз подчеркиваю, очень хорошая ежедневная доза – 1500 мг. Мы с вами видели, что далеко не во всех продуктах такая высокая дозировка содержится. Поэтому особое внимание обращаю ваше вот на этот момент. Ну что же, давайте рассмотрим еще один составной элемент, который далеко не во всех продуктах присутствует, к сожалению. И оценим, насколько важно его присутствие для нашего организма. Как видите, это целодрин. Что такое целодрин? Это практически такие цитилатовые жирные кислоты, которые специально используются в данном продукте, с тем, чтобы помочь человеку в этой сложной ситуации, когда сустав начинает болеть, находится в воспаленном состоянии. И действительно, целодрин обладает такой способностью несколько уменьшать боль и снимать воспалительные процессы. Кроме того, целодрин является составной частью также клеточных мембран, обеспечивает их целостность, потому что, как я уже говорила, это жирные кислоты. И таким образом действительно способствует улучшению суставной смазки. Итак, это два важных момента, на которые я хотела бы обратить внимание. Это действительно, прежде всего, уменьшение вот этих неприятных ощущений при воспалении суставов, у кого был такой опыт, я думаю, вы знаете, да, воспаленный сустав – это на самом деле жуткая беда, когда, скажем, боль не уходит ни днем, ни ночью, когда вы ее ощущаете в состоянии движения, в состоянии покоя, сустав может воспалиться, может быть красным. И действительно, ну, в общем-то, готов использовать любые средства для того, чтобы уйти от этой постоянной боли. Это даже не зуб, который мы просто можем удалить, да, это сустав, и поэтому действительно нужно находить те средства, которые реально помогут избавиться от этой боли. Между прочим, я попрошу вас постепенно подготовить в чате вашу информацию об опыте использования Agile Flex или каких-то других продуктов, которые помогли вам вот в восстановлении суставов, либо в снятии боли и так дальше. Любой опыт, который у вас есть, я попрошу, пожалуйста, в чате подготовить, и мы к концу с вами обменяемся этой информацией, потому что, как известно мне, мы получаем все новые и новые результаты, потому что действительно продукт работает совершенно потрясающе. Ну что же, и, наконец, еще один элемент, который также присутствует в Agile Flex, чего мы с вами не наблюдали в других продуктах, это такая биологически активная сера или органическая сера. Действительно, сера – это очень любопытный такой макроэлемент. Сегодня ученые говорят о том, что это очень важный элемент для нашего здоровья, и не только для здоровья суставов. Он еще известен как минерал красоты, потому что его присутствие достаточно в организме, это здоровье и красивое состояние таких видов средневной ткани, как кожа, волосы, ногти, зубы и так дальше. Все дело в том, что действительно у этой органической серы есть очень важное свойство. Этот элемент, этот макроэлемент практически принимает участие опять-таки в структуре мембран клеток. Если же мы говорим с вами о хрящевых волокнах, коллагеновых и эластановых волокнах, то он буквально закрепляет их, скрепляет и делает прочными ткани. То есть это составная часть нашей соединительной ткани, так же, как и другие компоненты, о которых мы с вами говорили. Действительно, с одной стороны, вот этой органической серы в природе достаточно много. И просто употребляя в сыром виде даже, скажем, какие-то фрукты, овощи, либо продукты в виде мяса, рыбы, мы можем в сыром виде, подчеркиваю, можем получить эту серу. Но при кулинарной обработке, при нагревании, она очень быстро разрушается, потому что вот эта органическая сера, это практически микроскопические водоросли, летучие вещества, которые содержатся в дождевой воде и рассе, и они также усваиваются растительными растениями, травами, которые попадают в пищу животных и так далее. Такой круговорот своеобразный воды и этого элемента в природе происходит. Но поскольку в нашем питании сегодня очень мало сырых овощей и фруктов, давайте в этом признаемся, зеленых каких-то трав, то, в общем, действительно приходится думать о том, чтобы в достаточном количестве этот элемент присутствовал. Потому что для прочности соединительной ткани, в первую очередь хрящевой, очень важно достаточное присутствие серы. Как видите, не менее 1 грамма в день для того, чтобы сера напрямую выполняла свои функции для восстановления хряща. Ну что же, итак, действительно, вот такая замечательная четверка в Agile Flex выполняет определенные, как мы видели, функции каждой из элементов. Плюкозамин, напомню, это структурный компонент, хондроитина, а сам хондроитин это как такой строительный блок хряща, да. МСМ, мы говорили, создает сильный здоровый крящ, укрепляя связи, и целодрин поддерживает клеточную мембрану и усиливает смазку. Ну что же, дело все в том, что не только выгодно отличается Agile Flex с присутствием всех этих важных компонентов для поддержания хряща, а дело все в том, что этот продукт также отличается еще и тем, что он создан на основе новой технологии. Эта технология называется суспензионный гель. И как раз сама технология позволяет нам обеспечивать достаточно высокий уровень доставки всех полезных веществ, которые находятся в каждом пакетике Agile Flex. Ну что же, я напомню, что эта технология является инновационной на мировом рынке, она существует еще менее 10 лет, мало кто об этом знает, и для того мы такие встречи с вами организуем, чтобы как можно больше стало известно об этой технологии, потому что она имеет ряд серьезных преимуществ перед другими формами, которые нам хорошо известны. Это разного рода сухие формы в виде порошков, которые часто затем под высоким давлением преобразуются в такие таблетки. Более поздняя форма это капсулы. Сегодня нам хорошо известны еще и соки, такие комплексы из растительных множества фруктов и ягод, которые тоже достаточно высокой биологической активностью отличаются. Так вот, суспензионный гель это более современная форма, от всех предыдущих она отличается прежде всего тем, что технологический процесс позволяет сохранять живыми активные вещества во всех растениях, которые использовались в процессе промышленной переработки. Мы говорим о том, что технология это практически сохранение внутриклеточного содержимого природных каких-то компонентов. Это могут быть растения, это могут быть какие-то животные либо рыбы, мы с вами уже называли, откуда мы берем хондроэтин, глюкозамин, то есть это все природного происхождения продукты. Итак, внутриклеточное содержимое облекается в небольшую липидную оболочку и размещается в гель, как в матрицу. Вот такой пакетик может содержать до 30 разного рода ячеек своеобразных, содержащих различные компоненты. Эти компоненты безусловно определяются и готовятся учеными под решение конкретных задач для нашего организма. Поэтому производители Agile Flex безусловно изучили последние научные исследования, достижения медицинской науки. И вот те компоненты, которые мы с вами называли и характеризовали, не случайно появились во флексе. Почему? А именно потому, что все они работают на восстановление хряща и других видов соединительной ткани. Дозировка в каждом пакетике очень точная. Это тоже очень важно. Например, в бутылке с соком или даже в капсуле очень сложно удерживать необходимый уровень дозировки, который бы вы хотели получить. Здесь 20 грамм в каждом пакетике и это столовая ложка, как мы говорим, и действительно в каждом пакетике очень точно рассчитанная дозировка. Вот этим отличаются новые продукты и конечно самое важное это то, что эти продукты содержат живые природного происхождения вещества, минералы, витамины, которые очень быстро усваиваются нашим организмом. Поэтому мы с вами говорим о том, что суспензионный гель это фактически клеточное питание, это еда для наших клеток. Вы знаете, действительно с помощью современного электронного микроскопа можно заглянуть, посмотреть, как выглядит например, капелька крови при увеличении там в полторы две тысячи раз и обнаружить, как организм реагирует на теле и другие виды продуктов. Я думаю, что вам знакомы подобные уже картинки. Кстати, кто не понимает, о чем идет речь, поставьте в чате цифру один, чтобы я сориентировалась, каким образом нам с вами об этом более подробно поговорить. Кто не знает, кто впервые может быть видит такого рода снимки, поставьте пожалуйста в чате цифру один. Ну вот видите, я уверена в том, что эта аудитория хорошо знакома с такого рода снимками. Но еще раз обращаю ваше внимание на то, что Виктор Папу видит впервые, да? Замечательно. Ну что ж, Виктор, тогда для вас. Итак, мы видим нормальное состояние крови. Это вот эти кружочки эритроциты, которые переносят кислород, питательные вещества. Они свободно движутся в русле и спокойно проникают в капилляры. А если мы кушаем какую-то некачественную продукцию, посмотрите, к такой категории мы относим современный кофе, особенно растворимый, сок из тетропака. Посмотрите, что происходит после приема такого рода продуктов. Вот эти эритроциты начинают превращаться в такие столбики, которые с трудом в дальнейшем пробиваются через узенькие капилляры. Это закисление крови, это безусловно неблагоприятная ситуация, и для того, чтобы с ней справиться, организму необходимо потратить большое количество энергии. Но в то же время посмотрите, каким образом реагирует организм на здоровое и качественное питание. Например, хорошие мандарины, которые выросли в экологически чистых условиях в вашем саду. Посмотрите, вот эта закисленная кровь начинает превращаться в такую более здоровую, приближается к норме. Я хочу вам сказать, что питание Эйджел, клеточное питание Эйджел оказывает подобное действие на организм. И это мы прекрасно видим по капельке крови. Вы видите неблагоприятное состояние крови у разных людей. Это ребенок, которому меньше даже двух лет. Конечно, этот маленький человечек, он очень быстро реагирует на вот такой здоровый продукт. Эйджел – это один из продуктов Эйджел, это мощнейший антиоксидант. И мы видим прекрасно изменившуюся картину. Это беременная женщина, которая использовала другой продукт, МИН, мы немножко о нем поговорим с вами еще, да, и тоже видим благоприятное воздействие. Наконец, это взрослый мужчина, ну, без комментариев, видим, какая у него закисленная, очень тяжелая кровь. И более длительное использование продукта для очищения ГРИН, мы с вами на предыдущих встречах о нем говорили подробнее. Мы видим с вами, в общем-то, очень благоприятное действие. Так что, действительно, мы имеем дело с клеточным питанием. И эта технология действительно сегодня творит чудеса. И я лишний раз напоминаю вам о том, как такого рода продукты, продукты клеточного или функционального питания работают. Любой из пакетиков, которые вы используете, питает все защитные системы нашего организма. иммунные обменные процессы, усилит антиоксидантную защиту, скажем, эндокринную систему, безусловно, питает, дает нам повышение уровня энергии. Вот это совершенно потрясающее свойство этих продуктов. И это позволяет нам говорить о том, что действительно с помощью современного функционального питания мы можем поддерживать свое здоровье профилактические, мы можем за счет усиления нашего питания даже помогать системам восстанавливаться, поскольку мы знаем, что происходит постоянная регенерация наших клеток. Помимо головного мозга, сердечной мышцы и хрусталика все наши клеточки регулярно обновляются. Поэтому этим клеткам необходимо питание с помощью различных продуктов Agile мы это питание доставляем. Итак, Agile Flex это лучшее питание для наших суставов и у нас есть масса результатов, которые мы можем поделиться, демонстрирующих насколько мощно работает этот продукт, не только профилактически, но и восстанавливая уже серьезно скажем такую пострадавшую систему. Ну что же, о каких еще продуктах можно говорить, которые также одновременно поддержат наши суставы. Безусловно, это FlexRab, это вот такой очень удобный сегодня в виде крема в удобном тюбе Flex для наружного применения, тот же продукт Flex, правда, немножечко другого состава. Дело все в том, что мы до появления вот такого крема очень активно использовали Flex наружный. Кто это делал, по рекомендации доктора Тетеревой, очевидно, знает, что, конечно, есть определенные неудобства. Все-таки сам Agile Flex создан для внутреннего потребления, когда мы наносили наружный, оставался такой небольшой липкий слой, в общем-то, что не должно быть свойственным, например, нормальному крему. Но, тем не менее, мы также прекрасно знали, что Flex очень хорошо работает, его проникающая способность до 6 сантиметров вглубь, поэтому в критических ситуациях мы использовали его. Зная об этом, разработчики компании подготовили вам такой замечательный продукт, который может быть для нас такой скорой помощью. и он действительно предназначен для того, чтобы решать такие очень типичные проблемы, связанные с растяжением связок, с какими-то ушибами и воспалительными теми же какими-то процессами. Итак, Agile Flex это такая скорая помощь для наших суставов. Ну что же, давайте посмотрим подробнее на этот продукт. Да, я тоже также обращаю ваше внимание на то, что та же революционная технология здесь использована, несмотря на то, что суспензионный гель, несмотря на то, что это крем. И еще раз повторяю, у FlexRab такое более нацеленное действие на облегчение скажем таких симптомов, как обострение артрита, ушибы, растяжение. Итак, все-таки об ингредиентах FlexRab я бы хотела поговорить подробнее. Итак, как видите, это достаточно богатый состав. и давайте посмотрим, почему эти компоненты оказались включенными в данный продукт. Ну, первое, на что вы обратите внимание, если используете FlexRab наружно, это почувствуете такой небольшой холодок. Это происходит за счет ментола, то есть мятного масла, которое здесь присутствует. и сам по себе ментол, мы знаем, обладает таким легким местно-анестизирующим действием. Далее, в составе FlexRab присутствует снова Целадрин, я уже говорила о его свойствах, он прекрасно работает, скажем, даже на поверхностном уровне, снимая боль. Есть Сера, мы тоже знаем уже ее назначение, но вот такие новые ингредиенты заслуживают особого внимания. Здесь мы видим сафлоровое масло. Масло семян сафлора прославилось тем, что оно именно зарекомендовало себя как очень хорошее средство противовоспалительное при проблемах опорно-двигательного аппарата. Именно по этой причине разработчики его сюда включили. Здесь с такими же свойствами есть масло чеснока, тоже противовоспалительное свойство, есть безусловно витамины, витамин Е, витамин А. Именно в такой паровочке они усиливают действие друг друга. Известно, что витамина, который присутствует здесь в виде масла печени акулы, также отличается именно своей способностью поддерживать здоровье наших суставов. Ну и ряд других компонентов, о которых в общем-то тоже можно говорить, но они скорее уже выполняют такую более вспомогательную роль. Поэтому, как видите, я еще раз обращаю ваше внимание, сама технология позволяет включать на те ингредиенты, которые будут решать совершенно конкретные задачи. Поэтому, мне тоже интересно было получить ваши результаты по FlexRap. Если они имеются, я напоминаю, пожалуйста, готовьте их пока для того, чтобы выложить в чате. Ну что же, я хотела бы сказать, что для того, чтобы поддержать свои суставы, можно рекомендовать использование других продуктов, разработанных Agile компания Agile. И одним из первых я бы назвала продукт Yumi. Почему Yumi? На самом деле, это один из первых продуктов, с которыми мы познакомились, один из самых любимых нами продуктов. Мы с вами хорошо знаем о том, что основа Yumi это фукоидан. У него масса полезных свойств по омоложению нашего организма, по восстановлению иммунной системы, у него есть ярко выраженный противораковый эффект, это поддержка нашего сердца. Все это вы очень хорошо знаете. Но я бы хотела обратить ваше внимание как раз на то, что у фукоидана есть ряд потрясающих таких особенностей или возможностей для восстановления суставов. Действительно фукоидан поддерживает здоровье всех опять-таки видов соединенной ткани и хряща напрямую. Прежде всего снимая воспалительные процессы и корректируя, поддерживая наши иммунные процессы. Знаете, я хочу поделиться с вами вот той информацией, которую совсем недавно для себя освоила и она напрямую как раз связана с фукоиданом. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мне стал понятен один из механизмов, которого обладает фукоидан. Этот механизм определяет или объясняет точнее вот этот иммуномодулирующий эффект фукоидана. Дело все в том, что фукоидан, как мы знаем, это полисахарид. Но это очень особенный полисахарид, который содержит массу разнообразных моносахаридов, то есть тех сахаров, моносахаров, которые тоже используются как строительный материал в нашем организме. И вот некоторые моносахара здесь обозначила например фукоза, это один из важнейших моносахаридов, который содержится как раз в фукоидане. Играет очень важную роль. Моноза, галактоза, ну и так дальше. Сами по себе просто название, для нас не очень привычно, это говорит о том, что мы очень мало об этом пока знаем и мало об этом говорим. Так вот смотрите, оказывается, вот эти моносахариды, которые содержатся в фукоидане, являются строительным материалом для так называемых гликопротеинов. Вот эти гликопротеины, вы можете их рассмотреть здесь, на этой картинке, гликопротеины это практически те вещества, с помощью которых клетки общаются между собой. Можно сказать, что клетки коммуницируют между собой, то есть обмениваются информацией. Посмотрите, вот с помощью таких рецепторов, которые здесь очень хорошо видны, видите, происходит обмен информацией. То есть на самом деле именно вот эти моносахариды, которые содержатся в фукоидане, обеспечивают передачу информации от клетки к клетке. Происходит распознавание, скажем, различных недружественных каких-то элементов, бактерий, вирусов и так дальше. И действительно таким образом движется информация в нашем организме. Вообще, когда я поняла эти вещи, признаться, у меня просто чувство радости было, потому что действительно до какого-то момента было не очень понятно, за счет чего это происходит. мы же с вами говорим о клеточном питании, теперь мы видим, как за счет фукоидана практически происходит информационный обмен, который заставляет клетку реагировать необходимым образом. Это основа восстановления иммунной системы благодаря фукоидану. Поэтому, как вы понимаете, включение фукоидана в питании, в процессе оздоровления суставов действительно помогает устранить серьезные проблемы, например, связанные с воспалительными какими-то процессами. Зачастую действительно именно слабость иммунной системы позволяет каким-то, как я говорю, недружественным вот этим, да, вредным микроорганизмам разрушать наши суставы, тот же хрящ и так дальше. Поэтому, конечно, здоровая иммунная система будет очень хорошим подспорьем. Более того, иногда пока вот этот фактор, связанный с источником воспалительных процессов, не будет устранен, флекс, скажем, будет немножко пробуксовывать, требуется более длительное использование этого продукта для того, чтобы помочь организму восстановить хрящ. Так что, как видите, ЮМИ будет крайне полезен для того, чтобы помочь восстановлению суставов. По крайней мере, пара коробок в восстановительном периоде никогда не будет лишним для того, чтобы исключить вот этот очень серьезный фактор, источники воспалительных процессов. Ну что же, еще один продукт, который могли бы взять за основу для поддержки наших суставов, это, конечно, МИН. И вы тоже хорошо его знаете, это тоже один из самых любимых продуктов, потому что один пакетик в день, и мы знаем все необходимые, жизненно важные необходимые витамины и минералы, мы получили, это обеспечивает все биохимические процессы, запускает их. Но поскольку мы с вами сегодня говорим о суставах, то, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что в первую очередь нам нужен такой очень важный минерал, как кальций. И вот на этом слое я просто напоминаю состав МИН еще разочек более подробно, вы видите весь перечень витаминов, и, конечно, мы должны с вами говорить о том, что кальций в пакетике МИНа обладает очень высокой степени усвояемости. Очень важно сегодня, чтобы не только доставить какой-то полезный необходимый макро- или микронутриент в организм, важно, чтобы организм его усвоил. И поскольку мы с вами говорим о клеточном питании, то, безусловно, кальций в продукте МИН отличается вот такой способностью хорошо усваиваться организмом. Поэтому, безусловно, особенно, когда речь идет о людях более старшего возраста, скажем, когда уже происходят серьезные гормональные возрастные изменения в организме, безусловно, МИН будет являться серьезным подспорьем для того, чтобы поддержать в том числе и соединительный токаник процесс восстановления хряща. Я уже не говорю даже о других процессах, в которых он будет задействован. Еще один продукт, который тоже можно рекомендовать в этой программе восстановления и укрепления суставов, соединительных тканей, в том числе хряща, это, конечно, глоб. Наверное, мы с вами будем еще познавать возможности этого продукта. Я в данном случае говорю о себе. Может быть, кто-то из вас уже, скажем, очень хорошие результаты получил по этому продукту, хорошо его изучил и знает. Я в этом смысле очень благодарна Марии Луговских, которая впервые как-то для меня открыла этот продукт, которая сама очень любит, его хорошо знает. И я действительно стала присматриваться к нему и очень хорошо знаю, что действительно потрясающе работает, к примеру. Если вдруг у вас начинают выпадать волосы по какой-то причине. У меня был такой случай где-то пару лет назад, летом, смена воды, обстановки, ну, вот, привела к этому. И я действительно была удивлена, где-то пару недель и эта проблема абсолютно ушла. Либо, к примеру, вы чувствуете, что почему-то там подсохло лицо и гло тоже очень быстро решает эту проблему. Ну, в нашей программе восстановления суставов, чем гло нам особенно интересен? Как вы понимаете, конечно, это прежде всего состав этого продукта, который обеспечивает усиление коллагеновых волокон. Это дополнительное питание. Это дополнительное питание. Обратите внимание здесь на те элементы, которые мы не видели в предыдущих с вами продуктах. Это масло семян чайного дерева, это алоэ. Масло семян чайного дерева действительно прекрасно работает на регенерацию клеток, на, скажем, имеет тоже такие противовоспалительные эффекты. Алоэ вера, мы знаем, прекрасный проводник. Он просто помогает всем другим питательным веществам хорошо усваиваться. Следующая группировка продуктов, например, бета-глюкан, значит, плоды, ацеролы, экстракт, которые здесь используются, не только способствуют синтезу коллагена, но и, что очень важно, помогают коже сохранять влагу. Коже и также нашим всем соединительным тканям удерживать влагу. А мы с вами говорили, да, о том, что тот же самый хряч прежде всего подсыхает, теряет влагу, и это причина дальнейших проблем. Кэнзинку-10, который мы тоже очень хорошо знаем и любим прежде всего по харту, другому продукту для сердца, который нам хорошо знаком. Известный, очень мощный также антиоксидант, витамин Е, масло, семян, виноград, это очень мощные антиоксиданты, которые здесь присутствуют и назначают усиление и защитных функций продукта ГЛО и в данном случае защита нашей соединительной ткани, это поддержка питания одновременно и поддержка скажем липидного баланса и также процесса синтеза коллагена. В конечном счете это действительно дает упругость, увлажненность и очень хорошие свойства даже внешней нашей кожи, кто использовал ГЛО, думаю, может это подтвердить. Кстати, напомню, сейчас вот уже активное солнце, лето, даже к нам в Сибирь наконец-то лето пришло, помните, я еще в прошлый раз говорила, что мы мерзнем, но вот сейчас, слава Богу, уже все-таки мы чувствуем, что на дворе лето и даже можем в футболки выйти на улицу. Солнце очень активно и, конечно, ГЛО прекрасно работает в этой ситуации. Признаюсь, у меня этого опыта не было, если у кого-то был, тоже напишите в чате, но наши коллеги говорят о том, что ГЛО прекрасно помогает против ожогов солнечных. Ну, наверное, будем относиться с доверием к тому, о чем рассказывают наши коллеги, получившие такой опыт. Ну, что же, я обычно даю обязательно ссылочку на видеоматериалы, которые вы можете найти на ютюбе, либо на таком командном сайте godiamond.mlm и можно найти материалы, представленные Еленой Тетеревой, доктором, простите, доктором, кандидата медицинских наук, который дает очень подробное описание продукта флекс, либо известна краснодарцем, наверное, запись выступления доктора ортопеда Краснова, который тоже очень хорошо, грамотно рассказывает как раз о свойствах этого продукта. Это выступление докторов, потому что помните, что я не являюсь доктором, но я очень люблю, скажем, продукцию Эйджил, я с удовольствием изучаю, познаю, конечно, доверяю исследованиям наших докторов, которые работают с продуктом Эйджил, тем исследованиям, которые выложены в интернете. Поэтому, конечно, можно, безусловно, воспользоваться такого рода информацией. Ну что же, замечательно. Давайте я вот сейчас поставлю этот слайдик. Я хочу напомнить, что этот продукт в первую очередь интересен нашим спортсменам, профессионалам, у которых чаще всего, с чего я сегодня начинала, есть проблемы с суставами, и с хрящами, и с мышцами и так далее. Правильно? Ну что же, я вижу, что Ираида уже выложила нам свой результат. Жду еще. Давайте обсудим. Итак, Ираида нам пишет о том, что имела серьезную травму вплоть до того, что находилась долго на больничном. Похоже, использовала лекарства. сначала было недоверие к продуктам натурального происхождения. Очень известная картина, а с докторами мы знаем, вообще очень сложно разговаривать, потому что у меня такое ощущение, что их ставят на рельсы, с которыми сложно потом соскочить. и действительно абсолютное непонимание, зачем эти ингредиенты, зачем антиоксиданты, зачем фукоидан и так дальше. И такое же недоверие, похоже, Ираида нам об этом пишет, было, но постепенно начала все-таки убеждаться в том, что все это работает. А вот флекс-раб используется с ультразвуком в процессе физиотерапии. Замечательно, Ираида, благодарю. Ну что же, вы знаете, пока я жду другие ваши результаты, напомню, что, собственно, в каких ситуациях мы уже получили реальные, серьезные такие результаты. Это грыжи, это протрузии, у меня у сына была история как раз с протрузией. И в 20 лет зимний футбол, ребенок тоже прошел всех докторов, все необходимые процедуры, выписался из больницы, но спина болела. И сначала тоже абсолютно не верил в то, что все это может помочь, но когда болит, беспокоит, ведешь на все, и, в общем-то, в течение недели ему уже стало значительно легче, потому что я тоже делаю ему аппликации, кушал этот продукт, и потом пропил весь комплекс для того, чтобы восстановиться. Был у нас такой опыт. Сгрыжение очень много результатов. В моем окружении, правда, такого рода не было, но думаю, вы, в общем, тоже что-то выложите. Воспаление. Воспаление я сама снимала только с помощью флекса. Я, по-моему, как-то вам уже рассказывала на такой встрече, поэтому вот эти описания, которые я представляла в начале, они знакомы мне самой, потому что я все это пережила. Я теперь точно знаю, что это одна из самых неприятных видов боли, от которой действительно очень сложно избавиться. Посмотрите, режущиеся зубки у детей. Головная боль, это в том случае, если имеет место спазм сосудов, то есть, опять-таки, проблемы с шейной зажимы, то вот очень часто флекс в течение получаса снимает вот эту головную боль. Очень много говорит это по стоохондрозам, по улучшению зрения. У нас в комнате, по-моему, находятся люди, которые реально получили улучшение зрения на продукте флекс. Ираида нам еще дополнила информацию, о том, что действительно речь шла о комплексном использовании продукции Эйджел. Это не только флекс, но посмотрите, это МИ, на котором мы говорили, это был еще Грин, ЖС, Эйч и Эгза. В общем-то, очень мощная антиоксидантная защита. Все три продукта это мощнейшие антиоксиданты. Да, и видите, Ираида нам подтверждает, что теперь она прекрасно поняла, что действительно наше здоровье в наших руках и с помощью питания мы можем очень серьезным образом его подкорректировать. Ну что же, где еще ваши результаты? Ну, в таком случае я тогда выложу Наталью результат? Ага, Гло, Надежда, но вы знаете, вот я говорила, в зависимости от того, какие вы решаете задачи, все-таки, конечно, мы знаем, что терапевтический эффект, любой продукт, который мы кушаем, оказывает где-то через 6-8 месяцев. Это в идеале. Я никогда Гло так долго не ела. Максимум это была коробочка подряд, потом с каким-то перерывом еще коробочка. И могу сказать, что даже вот в такой ситуации он прекрасно срабатывает. Поэтому в зависимости от ваших задач и от вашего организма просто сами наблюдайте и для какой цели, повторяю, вы кушаете его. Ну вот Наташин результат, Наталья из Томска и действительно Наташа нам рассказывала о том, что в свое время ей прекрасно помог ФЛЕКС для восстановления зрения. А на том в общем-то тот глаз, который хуже видел в течение двух недель буквально улучшилось зрение. И мы прекрасно понимаем за счет чего это произошло. Это связано прежде всего с тем, что пошло питание мышцам, которые тоже удерживают наше глазное яблоко и регулируют вот это расстояние до сетчатки. Поэтому понятно, что соединительная ткань там присутствует, питание решило замечательно все эти проблемы. Да, очень хороший опыт у Наташи был по флекс-рапу, она как-то рассказывала, помните, да, я это зафиксировала и вот теперь могу это представлять. Так что вот если будете свои результаты представлять подробнее, то у нас будет возможность их показать и всем остальным. Но вот еще один мне не цепляю, вот еще у нас есть один результат, тоже, по-моему, Ольгу я сегодня здесь видела, Ольга из Новосибирска, мы здесь вместе снимались, когда работали в Новосибирске. Ольга нам рассказывала о том, что действительно начала кушать продукт Эйджел для того, чтобы убрать боль в суставах. И как видите, опять-таки в комплексном сочетании флекс с базовыми продуктами здесь присутствует и Юниемин, о котором я сегодня говорила, уже два месяца и боли в коленях ушли. Так, больше ваших результатов не вижу. Ну что же, скажите, пожалуйста, а кто кушал флекс, кто кушал флекс хотя бы коробочку? Я прошу вас поставить в чате, ну давайте поставим цифру 2. Кто хоть раз кушал флекс? Мы с вами знаем, что это один из продуктов, который не очень отличается. Мария, похоже, очень понятно. Вот видите, даже очень много похоже коробочек было съедено по количеству двоек, которые вы здесь поставили. Замечательно. Ну а почему вы не делитесь с нами вашими результатами? И мы знаем, что это не очень вкусный продукт. И, ну, очевидно, это связано с составом, который в нем есть, но те, кому он нужен, наверное, считают его самым вкусным, согласитесь, да? То есть, когда реальные проблемы, то ни на что не обращаешь внимания. Это первое. а второе, поверьте, все-таки это понимание этого продукта, это знание. Поэтому, вы знаете, на самом деле нужно рассказывать людям об этом. Это очень важно, чтобы люди понимали, что за этими чудесами стоит высокая наука, современные технологии, и это очень важно для человека. для человека. Это, если хотите, такая, знаете, психологическая подготовка, на уровне принятия, на уровне веры, потому что мы знаем, что человеческий организм обладает потрясающей способностью к самовосстановлению, самоисцелению. Если мы еще поможем ему хорошим питанием, мы получаем вот те самые чудеса. И именно по этой причине мы собираемся с вами регулярно для того, чтобы просто, скажем, делиться какой-то новой информацией, какими-то своими новыми результатами для того, чтобы, ну, в общем, поддерживать это информационное поле. Я благодарю вас, Ольга, за то, что вы нам тоже написали о своем результате, то есть Флекс помог вам снова свободно двигаться. Значит, вы тоже свой хороший опыт получили. Ну что же, замечательно. Я вам очень признательна за то, что вы сегодняшний праздничный вечер провели с нами в нашей интернет-комнате. Действительно, я думаю, что вы пришли на эту встречу именно для того, чтобы, что называется, отдать данное уважение и любви вот к этому продукту, потому что он действительно очень много делает для нас. Ну, Валерий с нами еще поделится, да, похоже, процесс восстановления продолжается. Замечательно. Да, Ираида грамотна, именно поэтому мы с вами и встречаемся для того, чтобы, повторяю, делиться информацией, узнавать все больше, глубже понимать, почему это так работает. Ну вот, Мария все-таки на латинице нам что-то написала, сейчас попробую разобрать. Так, речь идет о супруге Марии, который кушал флекс, да, исчезла необходимость замены колена. Потрясающе, Мария, просто потрясающе. Ушли боли троичного нерва. Да, продукт сказка. Ну, если мы действительно уберегаем организм просто от операции, от замены, это действительно настоящая сказка. Благодарю вас, Мария, за этот результат. Вот, и если вы напишите мне город, из которого вы, я тоже подготовлю, а может быть, даже и пришлете мне в скайпе свою фотографию, я бы тоже подготовила вот такой слайдик с вашим результатом. Были бы вам очень признательны. Сейчас я напишу свой скайп, в котором можно будет обменяться вот такой информацией. Ну что же, есть ли больше Ага, замечательно, замечательно. Ну, я продолжаю, сейчас я пишу свой скайп, вот, если будет какая-то у нас фотография, чтобы можно было выставить, я была вам очень признательна. Ага. Ну да, да, Ира, сегодня я не брала омега-3, это действительно так. В прошлый раз мы немножко говорили об этом подробнее, используя омега-3. Ну вот сегодня в таком составе я остановилась, тоже следую рекомендациям наших докторов. Ну что же, завтра мы встречаемся в этой же комнате в то же время в рамках программы снижения веса. И если здесь есть люди, которые с нами работают в рамках следующей вот этой программы, я вас приглашаю. Мы завтра будем более подробно говорить об иммунитете. И как вы понимаете, я немножко подробнее расскажу как раз вот об этом эффекте Юми, о фукоиданах, о чем я с вами сегодня поделилась, потому что именно готовясь к завтрашней встрече, вот мне удалось накопать этот любопытный материал. Желаю вам здоровья, благополучия. Все это мы получаем с вами вместе с компанией Эйджел. Айм Эйджел, если кто-то с нами был впервые на этой встрече, я вас прошу связаться с теми людьми по рекомендации которых вы с нами сегодня работали. Будьте здоровы и до следующего дня. Субтитры создавал DimaTorzok